Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцист, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотел пройти сезонный бункер Альфа. Тут у нас урона ТМ-16 увеличена на 25% и тут дается 4-6,5 тысяч очков сезона. Ну, это не что бы можно, не много, это даже не уровень получается. Но, проходя сам бункер, вы получаете тоже очки, поэтому где-то уровня 4-5, наверное, качну. Но это буду делать без огнестрела, то есть без типичного огнестрела, а пойду с оружием, которое дается на час. Для тех, кто не знает, это вы получаете, когда достигаете уровень випки, престиж, вип-статус. То есть сначала прокачиваете все вот эти випки с первого по десятый, и потом, когда дополнительные покупки делаете на 100 вот этих очков, вы получаете престиж на один день, на одни сутки. И у вас есть шанс. Каждое повышение уровня, бла-бла-бла, на 24 часа дает дополнительное вращение колеса. Вот, особо неразрушимое оружие на час, на один час раз в день. То есть, если вот, например, как я сделал, я вчера вот купил себе монеты, не монеты, что-то там, какие-то ящики покупал, не помню уже. У меня вчера, получается, активировался этот вип-пропуск, я вчера взял этот огнестрел на час, и вот сегодня я беру огнестрел на час. То есть раз в день, а не раз в 24 часа, это важно, если что, вдруг. А эта випка повышается, грубо говоря, каждый раз, когда вы покупаете что-либо в игре. То есть это 20 очков, это 10, это 10, 20, 80, 10. Я чаще всего беру монеты, вот раз я их еще не брал, здесь я их не беру давно уже, а тут, например, 150, 150, 50, 20 и так далее. И вы прокачиваете вип-уровень. Вип-уровень, когда вы достигаете максимального десятого, он остается у вас навсегда. То есть вы потом просто повышаете себе именно престиж статус. Так, давайте глянем. О, тут доски есть, вот эти, наверное, куплю. Здесь возьму аптечки, и надо починить сначала оружие, прежде чем брать. Так, этот ящик. Это оружие, ящик, блин. Так, здесь убираем оружие, ставим это починить. И вот... Так, подождите, у меня прокрутка должна быть еще, да? Осталась одна прокрутка, давайте им что-нибудь интересное. Ну, 80 монет, неплохо. Так, пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара. Особо не разрушим оружие на один час раз в день. Вот оно, берете его, можете стрелять сколько угодно, но через час оно просто закончится. У него будет скала прочности. Именно вот, когда оно подойдет к концу, это будет через час, оно закончится. Но, поверьте мне на слово, за этот час можно пройти весь бункер альфа вдоль и поперек. Причем обычный режим и хард режим. И у вас еще останется минут 15-20 в кармане. Разумеется, я не буду закидывать на канал ролик на 40 минут. Тут я либо обрежу его, либо ускорю. Что-то такое. Мне тут самое важное, пофармить очки сезона, пройти бункер. Это все 6 этажей, это где-то уже 4-5 уровней. Рассчитывая на тех, которые я сейчас нахожусь. Ну, вообще на максимальном, но не суть. И плюс еще те очки, которые я получу с самого события. Тоже очень неплохо. 6,5 тысяч. Видите? Видите, чуть-чуть оно портится. Но, опять же, мне кажется, все уже знают про это оружие. Все ютуберы, думаю, уже вдоль и поперек показали, рассказали, что это такое. У него стабильный урон в 22 по обычным зомбарям. И скорость атаки 3-3. Довольно-таки, ну, скорость как у улучшенного Глока. Так, здесь надо ящики открыть. И я буду проходить все этажи, грубо говоря, один за другим. Единственное, что буду пополнять, это сеты. Тут надо на все про все. Мне понадобится сета 3-4. Наверное, 4, скорее всего. В прошлый раз было так. Так, что тут у нас есть? Сишка есть? У вас сишка есть. Я, наверное, возьму сразу еще один сет, чтобы сюда меньше возвращаться. И вот таким вот макаром идем фармить. Сначала обычный режим. И, кстати, по огнестрелу будет видно, за сколько я его пройду. Ну, по состоянию огнестрела. То есть, грубо говоря, прочность будет где-то вот здесь, когда я закончу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, второй этаж подошел к концу, но не таки быстро. Вот прочность, которая износилась от этого огнестрела. Давайте посмотрим, что по самому событию бункера Альфа. Яростных гигантов 7 штук убили. Токсичных 5 штук убили, токсичных 5 штук убили, токсичных 5 штук и на урон нанесли 9 300 из 26 тысяч. Ну, я так полагаю, что надо будет пройти все три этажа, как минимум в одном режиме, чтобы закончить задание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА вполне хватит вот по урону надо мне кажется четвертый проходить единственный стаж который будет пройти сложнее всего это четвертый в характере за зомби которые отхиливаются они половину того чтобы получать и 22 урона там 9 или 11 так они еще будут хилиться на 15 и 20 что такое короче единственное что он позволяет купить то то что у них атаки редкие ну то есть очень долго касту свои атаки но при придется сам не хило так побегать и а так с 3 этаж тоже закончился вот прочность и все буду проходить 4 до урона не хватило не хватает буквально 4000 которые я набью на четвертом этаже как вы видели ящики они все открывали плюс-минус помню в каких ящиках может быть хорошего поэтому те стараюсь открывать просто все смысла нету не то что времени хватит но еще останется как я говорил если даже будет открывать все ящики вам времени хватит за глаза так ну и самый хардовый этаж 4 но хотя на обычном режиме там чего такого сложного нету но все равно есть некоторые моменты которые немножко добесят и 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 ну вот собственно все три этажа в обычном режиме это заняло от 15 до 20 минут примерно во время например то есть если судить по прочности оружия это половина тут где-то больше половины половин 17 примерно то есть не особо-то много теперь пойдем в hard режим там будет посложнее по геморрой не а ну и само собой подольше где-то минут 25-30 это я не зану пока 2 возьму плюс один нам не фуловый не должно хватить надо главное не забыть чевать протокол и вот зайти три этажа мы получили очень мало талонов 18 штук но здесь еще будет со слепого охотника но еще возможно где-то 2 3 найду зомбарей за место шевронов нашивок до тысячи хрени как это называется так пока что положено вмешается эти грены я буду использовать в некоторых моментах поехали и Продолжение следует... 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 да ты умрешь что за звук был глюк что ли так ну в общем-то слепого пили осталось вообще на самом деле осталось дохрена но по времени мы все успеваем а а вот здесь я обычно пользуюсь гринами которые нахожу во время самого самой чистки этого бункера здесь зомби довольно таки много поэтому желательно их взорвать я не собираю кучу именно вот эти которые тут бьют они дай боже и вот реально с этим пестика вы будете очень долго их мутозить так а так по чуть-чуть токсичный подрывник сломанный который не взрывается здесь уже паразитами тот то взорвался да но не суть его может 30 этих жетонов или как называть на 30 жетонов собрали еще даже не конец третьего этажа я переодел обратно я выпередал потому что урон тут дай боже и он мог слететь самый неподходящий момент а так все просто стать еще маску плате набрать чтобы поедет не маску и вы поняли чтобы в газовую комнату пойти в общем там тоже вот иногда бывают очень даже хорошие там красные жетоны эти самые красные талончики вернее и там жетоны на шифре сохраняя там есть эти ребят я вспомнил почему это занимает меньше времени у меня обычно потому что в карт режиме ящики вообще не открываю я поставки все три этажа 0 и 2 по зависимости от того что мне там надо пройду я уже потом их открываем то есть в первом режиме обычно открывать вот разумеется потому что потом вы hard поставите но вот в харде вам ничего не мешает и зачистить позже чтоб собственно что я и делаю обычно поэтому времени у меня тут на пистолете чуть меньше потому что ящики надо открывать потом они сразу вот и и и и и и Продолжение следует... 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 плюс им удобно фармить любые локации но самый удобно как по мне это бункер альфа бункер браво также можно когда он на именно в сезоне находится если потом будет возможность такая еще бункер браво будет форману также арену можно так позадрать не будет но тем не менее это все можно делать и также как называется там забыл лаборатория тоже можно с ним с помощью него фармить разумеется только обычный режим а на этом все здесь ролик вам понравился в аценте лайком ребят обязательно ставьте лайки или дизлайки чтобы я мог понимать стоит мне такие вот ролики перед или нет мне проще их не пей потому что не люблю длинные ролики монтировать потом это все выкидывает на youtube поэтому пишите или комментируйте что-нибудь такое в плане того чтобы я понимал стоит мне это делать или нет а на этом все пока пока до скорых встреч